Скорость, комфорт и надежность – эти слова, без сомнения, относятся к Нижегородскому метрополитену, так как передвигаться здесь можно не только быстро, без пробок, но и безопасно. Ведь за последнее время в рамках комплексной программы антитеррористической защищенности метрополитенов на восьми станциях Московская Заречная, Парк Культура, Чкаловская, Горьковская, Автозаводская, Комсомольская и Буревестник установлено 13 досмотровых зон. Здесь в вестибюле уже начинается досмотровая зона, находятся рамки металлодетекторов, вот столбики из нержавейки, там находится система радиационного контроля. Ну и это еще не все. Спуститься в метро с таким багажом незамеченным нижегородцами гостям города не удастся точно. Опытные сотрудники безопасности, которые работают на станциях, обязательно попросят вас пройти в комнату для тщательного досмотра. С другой стороны, пожалуйста, ленты, сумочку принимаем. Ничего здесь страшного не будет. Если проверка покажет, что все в порядке, то вас тут же отпустят. Ну а если нет, то обязательным станет разговор с полицейскими. За восемь с половиной месяцев была досмотрена не одна сотня людей. За этот период обнаружено 85 единиц гражданского и спортивного оружия и 10 единиц холодного оружия. Но все это оружие было зарегистрировано. Пошалить в метро тоже не получится, так как за всеми передвижениями здесь следят. Эти камеры выведены и в специальный центр, который находится в управлении. Также эти камеры выведены к дежурному по станции. То есть постоянно в течение всего рабочего дня дежурный по станции, находясь в своем помещении, может видеть любой участок станции, вплоть до тоннелей. Тщательно следят в метро не только за пассажирами, но и за самими сотрудниками. Перед началом работы все машинисты проходят обязательный медицинский осмотр. Это важно очень для безопасности как самих машинистов, которые выходят в рейс, так и, собственно говоря, пассажиров. То есть практически тот цифровой центр медицинский или устройство, который мы наблюдали, оно исключает человеческий фактор, ну практически исключает, да. В ближайшее время в Нижегородском метрополитене в ходе антитеррористической программы дополнительно будет создано еще 12 досмотровых зон. Общая стоимость оборудования, которое уже закуплено на все досмотровые зоны, составила свыше 410 миллионов рублей. Кстати, заботятся в метро не только о безопасности, но и о комфорте, в том числе и людей с ограниченными возможностями. Для маломобильных граждан в Нижегородском метро предусмотрен вот такой вот аппарат, который за несколько мгновений с помощью сотрудников метрополитена позволит спуститься инвалиду-колясочнику. Для Нижнего Новгорода пока таких аппаратов закуплено всего два, и базируются они на станциях Московская и Парк культуры, но эта мобильная установка может перевозиться от станции к станции.